Субтитры делал DimaTorzok 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 Главный смысл Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Америка Главный смысл Субтитры делал DimaTorzok Главный смысл Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Главный смысл Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Официальное празднование Этого выдающегося события Отменено повсеместно Во всех постсоветских республиках Казалось бы, отмена социализма Произошла окончательно И бесповоротно Но что такое? Кажется, некоторые иностранные туристы Не замечают этой отмены Вы только посмотрите на лица вон тех китайцев на Красной площади при входе в мавзолей или в Ленинграде на крейсере Аврора. Они похожи на лица маленьких детей, которых привезли посмотреть на другую планету. Да, наша сцена по-прежнему другая планета. А вон там какой-то африканец, неистово размахивая руками и душевно улыбаясь, пытается сделать сэмпи тоже на нашей Красной площади. Получается, что несмотря на все силы империи уже интернета, часть граждан мира по-прежнему воспринимают нашу Родину СССР как символ освобождения человечества. И в заключение хочется сказать, отец выдающейся австралийки Фриды Браун говорил, когда ругают Советский Союз, ругают рабочих. Наши требования президенту Казахстана, как гаранту Конституции, оказать поддержку карагандинцам в борьбе с соленгазом, который узаконил плотность бытового газа в размере 2,7 килограмма за метр кубический, что является техническим абсурдом, я как инженер-химик это еще раз подтверждаю. Так вот, 2,7 килограмма на метр кубический плотность бытового газа в природе не существует. Он может быть не больше 2 килограммов на метр кубический. И вот этот лукавый 2,7 килограмма является инструментом обвораивания потребителей. Так, товарищи, кто хочет еще что-то добавить или сказать, пожалуйста. Так, Борис, пучка вытащится. Солоси сюда. Ага. Помогите его, поддержите его, чтобы он не свалился. А то упадет. Смотри, смотри на плакат. Вот сюда, плотно-плотно. Ну, я, главный Борис Юрьевич, проживающий по 116 микрорайону, в дом 1-го квартиры. Хочу рассказать про правовое производство, которое свалится на экономику. Когда я с группой в том году, я стался работать. С самого начала, рабочие, которые давно работают, мне предупреждали, что люди, которые сюда устраиваются, они превращаются в рабов. Так как в первом рыве, и может быть, что-то еще заплатят, дальше людям перестают платить, особенно вспомогательным службам. Что со мной произошло? Я работал на Макклоксе в 10-й фабрике. Вначале, это, охранников на самофабрике. Потом меня перевели на здоровые продукты, которые, по сути, являются Потемкинской деревней. В первое время что-то там платили. Более-менее, в общем, это, зарплата была. Потом, в августе месяце, когда опять начался бардак на Макклоксу в 10-й фабрике, меня обратно перевели на пост. В сентябре месяце я... Меня по распоряжению моего начальника, службы безопасности Камариева, заставили, наверное, в тянуло. Забыл в 7 месяцев, без выходных. Приезжал в первую газелью, уезжал в последнюю газелью. Часто все ходило съездить, за свой счет. Никаких нарушений не было, не воровал, не пил, ничего. За эти 7 месяцев мне ни единой тенге не заплатили. Мне не вернули до сих пор мои документы, не вернули мои вещи личные. Я требовал разобраться с моей зарплатой. И обязательно все-таки... Мне это... Товарищи! Дополнение... Считаем, что единогласно приняли нашу резолюцию. Спасибо всем! Чтобы помнить, что у вас там устраивает. Как допустим, на рыбалке бывает. Ночью идешь с панаром. Панар садится, ты его кашлю поздно.